всем привет друзья с вами константин лазарев и вы смотрите мой авторский youtube канал лазарев tactical сегодня я поделюсь с вами своими впечатлениями от пистолета лебедева pl15 который мне удалось опробовать в рамках закрытого мероприятия проведенного концерном калашников в рамках форума армия 2017 также сегодня я отвечу на многочисленные вопросы которые поступили мне сразу после публикации первых видео об этом пистолете а также предложу вашему вниманию интервью с самим разработчиком пистолета дмитрием лебедевым ух ты хорошо прежде всего скажу что пистолет мне очень понравился особенно по сравнению с предыдущей версии pl14 самое первое впечатление пистолет стал очень удобным все это благодаря слегка видоизмененной рукоятки и измененной форме счетчик эти незначительные изменения привели к тому что рукоятка стала действительно удобной ладонь практически сама проваливается в нее хват получается очень удобным и очень крепким собственно за счет этого стрельбу вести как минимум намного приятнее кстати несмотря на то что пистолет лебеди вот такой вот эргономичный и удобный он никогда не делался с прицелом на спорт вот кто-то говорил что пистолет лебеди спортивный пистолет нет прежде всего разработчики создавая свой новый образец ориентируются на мнение профессионалов ратного дела и очень много консультируются с представителями подразделений специального назначения еще одно что мне очень понравилось в новом пистолете это его мягкая отдача которая очень комфортно ощущается при стрельбе и намного более плавный спуск по сравнению опять же с версией pl14 во многом за новый плавный спуск отвечает прежде всего новый усм который применяется в pl15 в pl14 использовался усм двойного действия со скрытым курком и ход спуска у него был действительно очень очень тугой однако такой усм был выбран сознательно и та версия пистолета создавалась с расчетом на наиболее массового пользователя наверное можно назвать тот вариант пистолета общего войсковым то есть он был рассчитан на людей скажем так у которых какая-то огневая подготовка есть но она может быть не очень высокая и человек который получил бы в руки этот пистолет ну может быть он появляется на стрельбище не очень часто и выбор такого усм а был обусловлен исключительно требованиями безопасности вот это двойного действия со скрытым курком ударов спутовый механизм работающий только самозвотом обеспечивает максимальный уровень безопасности так как круг всегда спущен можно смело дослав патрон к патронникам пистолет загрузить в кабру и быть уверенным что даже при падении там хоть с десятого этажа на бетонную плиту пистолет самопредвольно не выстрелит он выстрелит только в результате сознательного нажатия на спуск а так как в этом случае ход спуска 7 миллиметров и усилия на нем 4 4,5 килограмма то человек это сделает только осознанно случайного с испугой или по недоразумению такого нажатия не пл-15 как я уже говорил получил новый усм рассчитанный уже на профессионалов которые хотят выжать из своего пистолета весь максимум на сегодняшний день мы сконструировали альтернативный ударно-спеховый механизм с ударниковым усм так называемый страйкер но сделали это модулями которые в один и тот же пистолет по желанию пользователя могут быть самостоятельно установлены то есть если человек хочет свой пистолет поставить курковый только самовзводом он поставит ударниковый страйкер ударниковый одинарный действие в этом случае опять по желанию пользователя он сможет сменой элементов спускового механизма получить характер и усилия спуска именно тот который ему нужен к которому он привык отдача у пистолета как уже говорилось очень комфортная это достигается за счет того что у пистолета очень низко посаженный ствол и схема работы отдача затвора сцепленного со стволом при коротком ходе ствола штатный пистолет имеет ствол не выступающий за затвор однако в комплекте с пистолетом может поставляться и удлиненный ствол который на дульном срезе имеет резьбу под глушитель собственно у него будет устанавливаться этот самый глушитель как вы могли видеть наверное в видео я именно такой вариант и пробовал мне очень понравилось стрелять из этого пистолета я вообще люблю бесшумное оружие могу сказать что со своей задачей глушитель исполняется вполне эффективно несмотря на то что мы стреляли с самыми обычными сверх звуковыми патронами кстати про глушитель поступило достаточно много вопросов и вопрос наверное номер один это не закрывает ли глушитель линию прицеливания могу сказать что в том варианте из которого стрелял я было практически на грани да глушитель почти перекрывает прицельные приспособления мушку и целик но во первых когда оружие используется с прибором бесшумной стрельбы с глушителем называйте как хотите стрельба чаще всего ведется на достаточно небольших расстояниях на которых можно прицелиться ну как говорится получу это во первых во вторых пистолет лебедева хорош тем что на нем будет возможность замены прицельных приспособлений на более высокий низкий там с различными покрытиями кроме того на пистолет можно будет установить коллиматор версия с установленным коллиматором кстати демонстрировалась на выставочном стенде концерна калашникова и в будущем систему крепления оптики планирует сделать еще более удобной в дальнейшем мы сделаем так как сделано ну вот на последних специальных версиях блоков например на затворе сверху делается съемная панель удерживаемая двумя винтами пользователь вывинчивает эти винты снимает эту панель и на это место вставит коллиматорный прицел открытого типа типа доктора кстати опять же проглушитель как я уже говорил мы стреляли обычными сверхзвуковыми патронами однако в будущем на концерне калашникова планируют разработать специальный дозвуковой патрон для использования как раз оружие с пбс помимо того что патрон это будет дозвуковой он также будет иметь внутри стальной сердечник еще несколько слов о боеприпасах в частности о боепитании сейчас для пистолета есть магазины на 16 и на 18 патронов однако в будущем будет разработана наверное можно назвать штурмовой версией на 30 патронов магазин двухрядный с перестроением в один ряд и кстати для проверку на надежность этот магазин уже прошел и зарекомендовал себя достаточно хорошо многих очень волнует вопрос надежности нового пистолета заводская гарантия 10 тысяч выстрелов хотя сам разработчик утверждает что для пистолета это далеко не предел сейчас пистолет из опытной партии прошли цикл в наших внутренних испытаний в том числе и отстрел на живучесть причем живучесть мы отстрелили не гражданскими патронами а нашими современными боевыми патронами 7n21 версии 01 02 которые обладают ощутимо большей мощностью чем гражданские против 500 джоулей они имеют 600 с лишним джоулей это ощутимая энергия отстреляв положено 10 тысяч и плюс еще потому начнем порядка 15 тысяч выстрелками патронами пистолет который стрелялся на живучку сохранил полную работоспособность функциональность и по моей оценке сделает еще столько же как вы видели в ролике стрелял я как из стандартной версии pl15 так и в укороченной его версии pl15 к отличий по конструкции между пистолетами нет отличаются они только габаритами это длина ствола и соответственно затворной рамы и длина рукоятки некоторые спрашивали про взаимозаменяемость магазинов от пистолетов так вот магазин от pl15 стандартного будет подходить к укороченному pl15 к а вот укороченный магазин и от pl15 как стандартного пл подходить не будут как говорит сам разработчик пистолета лебедева дмитрий лебедев сейчас пистолет выполнен из стали однако в будущем планируется выпуск версий в которых будут примерные элементы в конструкции на сегодняшний день пистолет обладает легко сплавной рамкой в перспективе мы предполагаем но как-то во всем мире сделать рамку полимерной точнее это будет не рамка это будет рукоятка в которую будет сейчас сша это какая ненавизна это уже достаточно хорошо сделано например на пистолете ерыгина в виде викинга и вот сейчас представленная новинка это пистолет ерыгина ментализированный уже боевой пистолет с полимерной рукояткой внутрь вкладывается стальная несущая шина который все это дело и объединяет я считаю что это замечательный принцип по всему прочему он позволяет расширить тактические возможности и расширить ремонтопригодность то есть если случилась какая-то там большая неприятность например рукоятка получила повреждение то пистолет не нужно выбрасывать это не основная деталь она стоит копейки будете отформовать много вопросов поступает о системе предохранения данного пистолета от случайного выстрела и на этот вопрос разработчик также мне ответил существуют требования которые никто не отменил которые на автоматическое оружие требует предохранителя управляемого вручную поэтому мы туда поставили предохранитель вот сейчас по результатам полученных замечаний мы изменили конструкцию предохранителя ну и на пистолете уже с ударником реализовали немножко измененную схему этого предохранения и вдобавок ввели еще два автоматических предохранителя внутрь которые при любых коллизиях когда ударник находится на боевом взводе мало ли что там поломка какая-то провокация возникла чтобы провокация не прошла надеюсь в этом ролике друзья я смог ответить на большинство вопросов которые вы мне задавали об этом без сомнения очень интересном и многообещающим пистолете если вам понравился этот ролик то конечно обязательно ставьте лайк и расскажите о нем друзья также обязательно отпишитесь в комментариях что вы думаете по поводу пистолета лебедева сможет ли он стать новым супер пистолетом супер пистолетом номер один и может быть даже подвинуть с трона знаменитый глок обязательно напишите что вы думаете по этому поводу в комментариях это я надеюсь только первый мой сюжет посвященный пистолету лебедевой и в будущем я очень надеюсь познакомиться с ним поближе и предоставить вам уже развернутый материал чтобы не пропустить это без сомнения очень интересное видео обязательно подпишитесь на канал лазарев тактикал а на сегодня все друзья с вами был константин лазарев пока